Ребят, как говорится, жопа не подкрадывается одна. Это что у нас такое, Уди, казах? Так, ну вроде вот первый аттракцион, который мы увидели. Привет всем, ребят, меня зовут Дим Масленников. Я наконец-то открыл свой лайв-канал. Я долго думал, что вам показать, и решил показать... Париж. Пойдемте? Вы идете или нет, ребят? Ладно, оставайтесь. Ладно, я вас возьму, ребят, мы едем в Париж. Димка, 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 Димка. Ты знаешь, кому вот сейчас реально грустно? Кому? Ему. Проблема следующего характера. Дело в том, что французы ужасно неорганизованные ребятки. Я к тому, что получается у всех ребят, которые прилетели из Внуково, багаж куда-то уехал. Ну, как тебе Париж? Ну, Париж хуево пока, если честно. Ребят, мы нашли наш багаж, но возникла маленькая проблемка. Все застряло. Аллилуйя! Париж наконец-то... Осторожно, убьешь человека, убьешь человека. Хотя можно и убить. Я так и планировал. Знаете, вот понимаете, сразу чувствуется, что в этом городе хочется отдохнуть, расслабиться. Вот как этот молодой человек. Смотрите. А не много ли у него вещей? В общем, у нас есть вот такие вот прекрасные маленькие билетики, которые мы сейчас потратим на этот автобус прямиком до Парижа. Потому что мы нищеброды и на такси нам не хватает. Господи, какое огромное лицо. Твою мать, почему-то все такое маленькое. Вот мы зашли в метро. Тут билеты в метро тоже похожи на маленькие хирульки скорее, чем на билеты. А, здесь вот. Окей. Едит колотить. Ребят, тут даже местные не могут с метро собраться. Девушка сейчас нам минут, наверное, 10 пыталась объяснить, куда нам идти. И самое главное, не втыкала. Какой 10? 20 минут она пыталась нам объяснить. 30. Все очень просто. Нам надо вот сюда, вот видите, да? Вот сюда. А мы сейчас вот на Распале едем на Вовану. Все нормально. А дальше мы едем на Монт-Париж-Париж-Париж-Париж. Вот так. Едит, смотри. Ребят, готовы? Смотрите. Это Париж. Ребята, жопа не подкрадывается одна. Всегда, коль есть одна булочка, есть и вторая. Вот вторая булочка нас настигла. Мы не можем попасть в наш отель. Слушайте, мы опоздали на 2 часа. Знаете, оказывается, что бывают жопы с тремя булочками. Мы, в общем, позвонили хозяйке. Хозяйка нам продиктовала код от дымофона. Мы зашли в подъезд. Прошли гигантское расстояние вот от этой двери. И оказалось, что тут еще одна дверь, в которую мы уже не попадем. Ребят, это просто Хогвартс. Я других слов не нахожу. Серьезно. Вместо фитнеса у нас третий этаж. А с учетом того, что у них нулевой этаж есть еще, я чуть не умер сейчас. Едит, Мадрид. Что там? Что за битв? Ну, дворик, честно говоря, хуёвенький. Другого слова я не нахожу. Сразу видно, вот там желтенькая детская площадка. Тут кофемашина должна быть. А, отлично! Yeah, bitch, yeah, bitch. Как-как? Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Баб? Yeah. Bitch. А, bitch. А, bitch. Обалдеть, обалдеть. Вон кончик эльфовая башня. Смотрите, это эльфовая башня торчит. Камин? Да ладно, он рабочий что ли? Да, он горелый. Так, Jelly Belly. Я хочу Jelly Belly. Я рад, я рад. Что уезжаю скоро. В общем, ситуация следующего формата. Мы снимаем все на Handycam, который сейчас в руках у Даника. Но, к сожалению, от него сдохла зарядка. И сейчас мы будем в Париже искать какой-нибудь электронный магазин и покупать зарядку. Надеюсь, что получится. А если не получится, то это видео вы тупо не досмотрите. Так, сейчас мы будем проверять, насколько французы знают английский язык. И насколько я его знаю. Я лично больше в себе сомневаюсь. Оказывается, что французы не такие уж и дружелюбные, как мы думали. Конечно, мы же их 812-м отмудохали, а вот они излятся. Я похож на туриста, нет? Ты не похож на туриста, конечно. Но настоящий француз. Посмотри, ну скажи oui. Я не знаю, как это вообще передать словами. Я безумно счастлив, что я здесь, что ребята здесь. Я думаю, он не особо рад, что я здесь. Да рад, я рад. И реально это все благодаря вам, людям, которые меня смотрят. Это что у нас такое, Уди, казах? Это что? Это Эльфберлева башня. Просто нереальной красоты. Мы идем прямиком к ней. Если честно, еще немножко я описываюсь, как маленькая девочка. Ну, как-то так. Город действительно потрясающий. Он очень красивый по архитектуре. Есть в нем косяки, конечно. Он просто дико грязный. По крайней мере, с Москвой не сравнится. Москва намного чище. Ребята, я вам так скажу. Мы идем уже минут 20, наверное. Какой час выйдет? Больше, да? Час идем. Час идем. Мы... О-о-о-о! Вася, слушай, просто! Я вам сейчас... Вот вы должны... Смотрите, как я шел, шел, шел. И тут... Бам-бам-бам-бам-бам! Слушай, Эльфберлева башня. О-о-о! Ребята, просто камера не передает. Вообще не передает словами, как-то это круто! О-о-о! О-о-о! Ребята, у нас вчера получился не особо хороший вечер. Диман сейчас вам все расскажет. Серьезно? Реально, знаете, вот я что хочу сделать? ПАРИЖ! На самом деле, ребят, знаете, через лайфхаки и госбастер очень сложно понять характер Диман. Характер у него сквер. Ха-ха-ха! Падаю, в самом деле, он очень жестко задротничает и спит по 2-3 часа в день. И все ради вас. Я, кстати, хорошо высыпаюсь, если вам интересно. Ну вот мы и опять в нашем любимом метро. О, инспектор гаджет. Господи, какой он милый. И уже идет за покупочками. Конечно же, я про Данияра. Смотрите, вот. Ух, ни хера себе, стайка сегуэев поехала на водопой. Либо эти чуваки просто ограбили кого-то и дают деру. Ой, ребята, они к нам едут. Смотри, баба нас заметила. Побежали, побежали. Ребяточки, я в Париже, около монумента дружбы. Здесь написано слово мир. И возникает только один вопрос. Почему по-русски здесь написано раз, 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 раз? А на других языках, вот видите, по-английски peace, 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 дальше homo, 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 а по-русски только раз, раз, раз. Пишите свои предположения в комментарии. Ребят, мы около Эльферой башни и Элифсеевские поля предстают перед нами просто в неописуемой красоте. Ой-ля. Просто красота неописуемая. Все в разрухе, грязь, мусор, нацрано. Слушай, Диман, ты не знаешь, Дима, я просто по карте смотрю и что-то не могу сориентироваться. Блин, просто знакомое место. Вот нам бы ориентир хоть какой-то. Да, по-моему, тут ничего такого нет особенного, чтобы понять. А ты можешь по картам посмотреть? Ну, в общем, чтобы подняться на Эльфовую башню, вы должны заплатить 17 евро для взрослого и для молодежи младше 24-14,5. Это больше штукаря, чтобы просто подняться на башню. А ты думаешь, на Красной площади бесплатно, что ли? Всем привет! Кого не видел? Да, это я. Все, кстати, удобно, как дома, значит. Шест для стриптиза. Дружественная обстановка. Все как дома. Приятный свет. Мы выходим на первую смотровую площадку. Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь. А мы только на первом ходу. Да. Нет Димы? Есть Дима. Нет Димы? Есть Дима. Нет Димы? Есть. Ребят, какая красотища. Какая же красотища в Москве. Так. Мои ребятки, мои пацаны. Вот они где. Ждал я вас, ждал, ребят. Вот как мы вовремя с вами пришли. Ну все, Диман, давай, я здесь буду. Ребят, давайте на счет три. Все по маслу. Раз, два, три. Все по маслу. Мне кажется, что не хочет. Знаете, вот особенно в Париже в голове возникают строчки. Скажи-ка, дядя. Нет, не даром. Москва, спаленная пожаром. Француз. Ребят, вы, наверное, спрашиваете себя, зачем я вас здесь всех собрал. Ну, хотелось бы узнать. Ребят, просто немножко высоковато, если честно. Ребяточки, никогда не думал, что в Париже мы увидим человеческую экранизацию любимого мультика. Ёжик в тумане. Пацаны. Парни. Алло, ребят. Там как бы телка, а вы вдвоем сидите. Парень собирается сделать предложение своей девушке. А мы сейчас это заснимем, ребят. Прямо на Эйфелевой башне. Давай, эээ, take a photo, yes? На Эйфелевой башне. О, окей. О, окей. Я даже бы сказал, да. Ребятки, как я за вас рада. Кто-то здесь явно лук режет. Нет, серьезно, это самое трогательное, что я видел в Париже. Париж реально город любви. Но, парень, погодку ты, конечно, выбрал, не самая крутая. Парень, если ты однажды побываешь в Париже, то больше никогда не увидишь города Пижи. Да, ЛПВ Остангинской ниже, но краши, мать вашу. Но все равно чувствуется, что она не наша, чужая. Чувства внутри перемежая. Хочется в тот самый город, где в юг и холод, но чувствуешь, что страна родная. Мать его, верфь. Угадай, Диман, кому мы встретили? Кому? Она явно тебя хочет. Погруженье был и нет, пузырики пер, длинный след до таких лет. Постепенно в культурный слой, через перегной. Черносем, мелом, мезозой, сверху, до низок. С ускорением. В городе окна, в колодец двора, глубока, до леча нора, да будет одна. Затемнение. Вниз головой, все риски долой. Без контроля, напрыгай за мной, нырнись головой. Погруженье, как студень, желеобразный, как пудень. Двести метров дальше подскуден, страх, но лезем дальше в санузел. Пятна света нас не разбудят. Лиц нету, шаг труден. Эка не задача, по сути, вдалеке маячит. Ребят, нереально страшный спуск. Здесь кто-нибудь есть? Никакой. Пойдем. Пардон, ебты. Пардон, ебты. Ребят, вы даже не представляете, какая сейчас погода. Даже не представляете. Вы тормозные в Москве, а мы в Париже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Сейчас мы идем по центру города и ищем какой-нибудь ресторанчик, чтобы попробовать настоящую французскую кухню. Угадайте, где мы решили, пожалуйста. Не, ну что я могу сказать. Вообще, Лувр производит впечатление по сравнению с Ноттердам-де-Пари. Чувствуется монументальное строение, что просто дохерища здесь народ, дохерища. Действительно, ценности мирового масштаба. Дима, не умничай. Ребята, если честно, я думаю, что Зимний дворец и наш Эрмитаж нереально огромные. Но Лувр это просто пипец. Вот смотрите. И вот там он где-то заканчивается. Вот где-то там. Вон он герой. Опять так снимаем. Знаете, что сегодня будет? Жопа слипнется. Мы уже минут 15 идем к Триумфальной арке. И что-то я смотрю на Триумфальную арку, ни хрена мы не идем к Триумфальной арке. Девочка, с тобой все нормально? Мне кажется, нет. Оперный театр. А, дай, 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 дай. Это не опера, это Триумфальная арка. Дядя Андрей, аппетит? Реально, по ночам иногда так жестко. Диман, куда мы сегодня идем? Куда мы сегодня идем? Париж, Диснейленд. Воняет, конечно, здесь. Согласен. Думаю, это все упорно. Я думал, вход у парижского Диснейленда будет капельку побольше. Посмотрите, что это такое. Не тот вход. Ну, что могу сказать. В общем, получили мы карту. Ну ладно, погнали. В общем, тут пират Карибского моря есть мне достаточно. Так, ну вроде вот первый аттракцион, который мы увидели. Он посвящен фильму Индиана Джонс. Я очень люблю этот фильм, поэтому мы должны попасть на эту американскую горку. Ребят, не может не радовать вот эта надпись. Время ожидания 50 минут. Уху! Суки! Вот наша лестница. Ахер там. Нам еще туда надо идти. Матерь Божья! Это еще вот такая вот толпа. Ну это полная жопа. Понимаешь, вот дети, которые сюда заходят, к концу очереди становятся уже подростками. Слава богу, что записывать видео можно, поэтому вы тоже прокатитесь на этом аттракционе. Надеюсь, он прикольный пока, ребят. А нет, нет, не сейчас. Вот сейчас! Вот сейчас! У-у-у! 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 Поэтому мне лично очень понравилось. Да, действительно, дух захватывал. Особенно при мертвой петле вообще полной жопой было. Ну пойдемте еще два часа куда-нибудь стоим и прокатимся полторы минуты. О! Уилл Смит! Уилл Смит, что же ты тут делаешь-то? Неужто проекты сейчас кончились? Вроде бы, что ты хорошо отыграл, а тут... А-а-а, не стыдно тебе. А куда убежал? Влад, ты где? С деткой. Господи, Морган Фримон, ты ли это? Все тут собрались. Все. Ребят, ну что я вам могу сказать? День удался. Точно могу сказать, что эта поездка в Париж оказалась просто невероятной. Куча эмоций. Столько всего увидели, столько всего посмотрели. Испытали и страх, и волнение, и радость. Поплакали, как маленькие дети. Остается только восхититься финальным шоу. Париж, и волнение, и волнение, и волнение. Ну, честно скажу, ребят, мне вообще не понравилось. Это херня какая-то, но действительно, видео до уровня других влогеров вообще не дотягивает абсолютно. Хочешь сказать, тебе понравилось? Ну, блин, ну, а что будем делать тогда? Ну, давай так, мы это видео не будем выкладывать. Выложим тогда 13-го числа в 6 часов вечера сразу второй влог, который мы снимали из Швейцарии. Точнее, там же, кстати, Рэддисон же, по-моему, бухой ходит по подиуму. Вот, да. Да, 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 да. Волнбулер разнообразный. Мы и Рэддисона сняли, и Швейцарию сняли, и Москву сняли. Всего понемногу, и намного лучше видео будет. Ну, хорошо, как скажешь. Вот ты, главное, ребят, главное всем скажите, пожалуйста, что подписались на канал, поставили лайки, видос, чтобы не пропустить просто 13-го числа в 6 часов вечера. Да, да, да. Окей? Подписывайтесь.